Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург, 92,3 FM. Гость в студии. Это Радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92,3 FM, Нижний Тагил 96,6, Серов 89,5. Кроме того, нас можно слушать и принимать в интернет-вещание на сайте kp.ru и на сайте radio.kp.ru. Меня зовут Людмила Варакина, звукорежиссер Павел Кислицын. И сегодня мы общаемся с председателем Комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Погудиным. Вячеслав Викторович, здравствуйте. Здравствуйте, Людмила, здравствуйте, радиослушатели. Ну, 2020 год оказался очень непростым. Пожалуй, никогда, нигде в мире, а не только у нас на Урале, не сталкивались с такими проблемами и трудностями. Когда пришлось вводить локдаун, когда пришлось перепрофилировать медицинские учреждения. Как Вы оцениваете работу свердловских властей во время этих самых коронавирусных страшных дней, недель и месяцев? Вы правы в главном, что при всем опыте, ну, наше человечество в целом и многих стран, и нашей страны, и Урала, в столкновении вот эти с различными инфекционными заболеваниями, в частности эпидемиями, то, что происходило в минувшем году, это особая страница и особый опыт. И, конечно же, начало, особенно начало противопедемических всех шагов, мер, потребовали очень больших усилий. Естественно, усилия и шаги, и меры должны приниматься, прежде всего, органами власти. И вот эта вот слаженность работы, она показывает, в принципе, готовность Свердловской области, в том числе, к работе вот в такой особой экстремальной ситуации и системы, конечно, нашей здравоохранения. В целом, я понимаю, что и не хочу идеализировать, что все было гладко, и все на сегодня, все вопросы решены. Но если оценивать в целом, вот работу властей по быстрому введению всех противопедемических мер, это не только финансовая стабильность, системы здравоохранения, обеспечение всеми необходимыми средствами, но в том числе и это. Но в целом, работа и с населением, и организация доступности лечебных учреждений, в целом, работа была развернута очень быстро и, я считаю, адекватна. Говоря о работе системы здравоохранения, все равно, согласитесь, что это главное. Главное, потому что основной, действительно, груз, удар, как угодно это называй, но вот эта адекватная, профессиональная реакция нашей системы здравоохранения, врачей, медицинских сестер, готовность к выполнению этой работы решала практически на 90% успех борьбы с этой эпидемией. На начале, а это можно вспомнить, что первые госпитализации пошли практически в апреле месяц. При том, при том, что первый заболевший был выявлен 16 марта 2020 года. Да. Тут сразу, конечно, вот можно связывать одно с другим, потому что вы сказали, что сама диагностика, диагностика и вот охват этой диагностики, обследованием населения, поначалу, конечно, вызывал многие вопросы и проблемы, и поэтому это все нужно было создавать, наращивать и формировать. Тем не менее, вот первые госпитализации пошли в марте и пошли по нарастающей, причем не давая возможности подумать, раскачаться, подготовиться особо, все приходилось сделать параллельно, как мы говорим, с колес. Ну, кстати, многие врачи сравнивали ту ситуацию, которая была в прошлом году, с военной. Они говорят, мы на войне, у нас практически тут линия фронта. Я думаю, тут особого преувеличения нет, и это действительно так, по напряжению, по необходимости принятия мгновенных решений. В этом отношении координирующим органам, я действительно считаю, что это очень хороший координирующий орган, который создан был губернатором, штаб, в который я тоже вхожу. Это орган, который позволял бы рабатывать практически ежедневно нужные решения и эти решения воплощать. Решения-то были даже непопулярные, связанные с локдауном, с самоизоляцией, с ношением масок, с закрытием предприятий малого бизнеса. Но это вынуждены были меры для того, чтобы сохранить жизни, здоровье уральцев, ну и плюс ко всему облегчить работу медиков. Конечно. И вот в этой ситуации, помимо властей, давайте скажем и о других участниках, но главные участники, это, конечно, врачи-медицинские сестры. Собственно, все те, кто работает в медицинских организациях, в госпиталях, в больницах, это колоссальный труд, и мы это знаем, и многие это знают изнутри. И, к сожалению, столкнувшись с этой болезнью, попали на госпитализацию в больницу, лечились. И насколько тяжел, ответственен труд вот в этот период медицинских работников, и не только медицинских работников, это заслуживает огромное уважение, огромное слово благодарности, поэтому об этом говорим, об этом говорят люди, и искренне благодарят, и мы сегодня еще раз, очередной раз убеждаемся, насколько важна эта профессия, насколько она ответственна. Но здесь принимали участие органы местного управления. Нужно сказать спасибо и главам, потому что они мобилизовались тоже очень быстро, и занимаясь работой повседневной обеспечения жизни городов, районов, они этой темой тоже занимаются каждый день. И привлечение предприятий, это те организации, предприятия, которые не остались в стороне от противопедемической вот этой работы, и очень много пока помогали. Помогали денежно, помогали средствами медиальной защиты, медикаментами, собственно, кто чем мог. Вот это вот объединение и сплочение в этой работе, в Срыловской области, для меня вот оно очевидно, мне кажется, что это, наверное, может быть, это и в каждой области так происходило, но я говорю о нашей Срыловской области, что вот плечо друг друга в этих вопросах мы почувствовали, практически не сталкивались, крайне редко с теми, кто говорил, ну, это вроде как бы не наша проблема. Таких, ну, как правило, мы все-таки не встречали. Но вот о финансовой стороне хочу особо сказать, безусловно, финансовая эта стабильность и необходимость дополнительных финансовых средств вот в такой экстремальной ситуации потребовалась, и потребовалась в очень большом объеме. Поэтому шли перераспределения, шли перераспределения того бюджета, который мы в свое время депутаты вместе с правительством утвердили и были направлены, расписаны определенные цели развития, новых каких-то решений. Но в данном случае это все было оправдано. Могу сказать, что система здравоохранения вот в целом по территориальной программе, терпрограмме госгарантий бесплатной медицинской помощи было потрачено с превышением даже плановых цифр 45 миллиардов, извините, 65 миллиардов рублей только из фонда медицинского страхования. Плюс те дополнительное финансирование, которое выделяется из нашего областного бюджета и плюс еще федеральный бюджет. Ну, к примеру, стимулирующие выплаты, которые, как вы знаете, выплачивались и совершенно обоснованы нашим медицинским работникам, врачам, медицинским сестрам за работу в особых условиях. Эта сумма вместе с федеральным бюджетом 8 миллиардов рублей. Это большие средства, которые направляются именно на выплату тем людям, которые работают с перенапряжением в красной зоне, работают с пациентами и рискуют каждый день своим здоровьем. Собственно, мы осознанно, понимая и осознанно пошли по пути, идем по пути того, что, может быть, инфраструктурные какие-то вопросы, строительство новое, новые запланированные ремонты и приобретение дорогостоящего оборудования несколько сократились, являлись в случае значительно для того, чтобы направить на первоочередную вот такую вот задачу спасения и противопедемической борьбы, которую проводим. В этом есть результат, есть опыт. Есть опыт и есть, на наш взгляд, сейчас выработанная определенная технология работы в стационарах круглосуточных, в дневных стационарах, в поликлиниках. Но есть и задачи, которые еще решать даже сегодня по доступности. Ну, например, мы анализируем и анализировали вместе с Минздравом и вопросы по поводу чего идут обращения, жалобы, в том числе вот в 2020 году население. Это, ну, понятно, вот это тоже слепок или отражение того, что каждая семья, каждый человек, конечно, жил в тревоге, в страхе, заболеть. А если столкнулись с болезнью, то определенные проблемы, да. У нас сейчас небольшой перерыв, а затем мы вернемся в студию и продолжим разговор. На радио «Комсомольская правда» Вячеслав Погузин, председатель Комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области. Говорим мы о том, как жила и живет Свердловская область, Средний Урал в условиях пандемии коронавируса и что нас ждет дальше. Перед тем, как уйти на небольшой перерыв, мы как раз говорили о том, что поступают жалобы от уральцев, и вот как раз о характере этих жалоб хотелось бы уточнить. Эти жалобы связаны с оказанием медицинской помощи? Они связаны с тем, что люди, находясь в маленьких, небольших населенных пунктах, не могут получить ее, либо это что-то было другое, кроме этого? Ну вот, 2020 год, анализ уже по итогам года обращений, жалоб по причинам, показывает, собственно, главную тревогу, это связано, конечно, с эпидемией, с пандемией, с коронавирусной инфекцией. Преимущественно это жалобы касались, и мы знаем, что фактически так это и обстояло дело, вот поначалу, особенно в первые месяцы развития пандемии. Это вопросы о невозможности дозвониться до поликлиник, до первичного звена, где, ну, хотя бы получить вот возможность проконсультироваться или пригласить доктора. Эти трудности. Это вопросы о трудности прохождения лабораторной диагностики. Да, волнение, необходимость тестирования, вообще понять, болен или не болен, но действительно там сбои и трудности реально были, существовали и так далее. Ну, и еще одна сторона, которая тоже потребовала определенного времени для того, чтобы ее отработать, это лечение, доступность лечения на дому, не сационарного, а именно на дому. По ряду, в ряде случаев были, конечно, сложности и по круглосуточным сационарам, там, долгое ожидание скорой помощи, и долгое ожидание в приемном отделении, для того, чтобы пройти. Но вот эти все вопросы, безусловно, решались, решались не только системой здравоохранения, этим занимался и штаб, который возглавляет губернатор, анализируя на каждом штабе, а это еженедельные штабы, иногда два раза в неделю, вот каждую ситуацию по нашим населенным пунктам, по городам, крупным, небольшим, сельским территориям и так далее. Поэтому, да, это серьезная очень такая работа, которая проводится и сейчас. Во время пандемии в Средневосковской области уменьшилась плановая медицинская помощь, отменялись плановые приемы, операции запланированные, сами больницы перепрофилировали под ковидарии. Как сейчас в области идут дела? То есть все вернулось, как это было до пандемии, либо еще кое-где в каких-то моментах, в каких-то клиниках не оказывается плановая помощь, либо не в том объеме, как это было раньше? Да. Вынужденная мера, причем она общероссийская, безусловно, противоптимическая мера, сокращение, в большинстве случаев, и прекращение плановой помощи. Конечно, это не безболезненно, мы понимаем тоже, что своевременно оказанная плановая помощь, это не доведение пациента до экстренной госпитализации, до каких-то проблем, какой-то катастрофы, потому что это и сердечно-сосудистые заболевания, и гастро-заболевания, желудочно-кишечная сфера и так далее. Но вот плановая помощь, это сейчас уже практически восстановлено в области, идет расширение этой плановой помощи, и практически наши основные профили уже начали работать. Это очень важно, и сейчас вот как баланс для того, чтобы нам как можно быстрее сократить вот этот провал в госпитализации, который был вынужден в 2020 году, отделения работают, как я знаю, наши профильные специализированные отделения работают практически с полной нагрузкой. Но вот в этом тоже, в этом сегодня тоже такой выход из пандемии, и это очень важный раздел нашей работы, да, плановая помощь. По прогнозам специалистов, когда ожидается новый третий же виток коронавируса, и вырастет ли у нас нагрузка? Я даже не хочу прогнозировать, потому что прогнозов мы слышим много, вряд ли я тут правомочен говорить о возможном третьем витке, я могу только так же, как все, очень рассчитывать, надеяться, что этого витка не будет, этой волны, а если какой-то подъем будет, он не будет повторением вот этих больших потрясений и большого такого всплеска пандемии. Почему можем на это рассчитывать? Потому что, ну вот, благодарен тоже всем, и в том числе нашим жителям, что они хорошо понимают и откликаются в большинстве своем важность вакцинопрофилактики. Для нас, в общем-то, большая удача, счастье, как угодно называют это, что в России в одной из первых, они, собственно, в одной из первых, первой стране в мире появилась вакцина, а сейчас еще получается целая линейка вакцин, и можно проходить вакцинопрофилактику. Я убежденный сторонник вообще вакцинации, ну, как врач, как детский хирург и педиатр. И в данном случае это единственный выход из положения. Поэтому мы этим должны оборвать эту и третью, и четвертую волну и так далее. Кстати, а хватает ли вакцина в Сырловской области? Поставка идет. Сегодня достаточно раз от раза эти объемы заходят в область все больше. Но определенные ожидания в отдельных городах есть. Есть уже такое созревшее у населения желание прививаться. Но в целом все идет планово и обеспечение, в том числе и вакцинами. Сбоев серьезных нет. Ну, и вот хотелось бы, чтобы вообще в целом этот опыт, который мы тяжелый, непростой, 20-го года взяли за основу вот наших действий. Всех властей, врачей, медицинских сестер, предприятий, организаций. Кстати, говорим о медицине, не только о государственной медицине, а и о частной медицине, потому что целый ряд, ну, очень многие, за редким исключением, частные больницы, госпитали, они откликнулись и включились в эту работу. Если говорить про вакцинирование, то хотелось бы узнать, депутаты законодательного собрания Сырловской области ставят вакцины? Активно вакцинируются, активно, и тут пример хороший, достойный, показывает тоже. Ну, а вы лично? Я вакцинирован жизнью, если так можно сказать. Я, ну, к сожалению, буквально накануне Нового года перенес заболевание, поэтому переболел. Я не успел привиться. Ну, как врач, мы уже слышали, вы рекомендуете всем это сделать, кто еще не поставил прививку. Мы говорили и на радио, и в том числе в СМИ, публично об этом было сказано, что появится наша уральская вакцина от коронавируса, от новоуральского завода медсинтез. Есть ли информация у депутатов по поводу этой вакцины? Будет она разрабатываться или что? Пока очень общая о намерениях, поэтому я думаю, ну, как всегда, чем больше будет выбор, или, во всяком случае, выбор будет наиболее оптимальной вакцины, мы сможем тогда действительно отобрать наиболее эффективную, наиболее безопасную вакцину. Ну, вот сегодня как раз это и происходит. Поэтому практика покажет уже преимущество каждой из вакцин. Я думаю, что это хорошо. Ну, и если говорить о ситуации с коронавирусом на середину марта 2021 года, то есть сейчас все стабилизировалось постепенно, потихоньку, те больницы, те медицинские учреждения, которые были ковидными госпиталями, переводятся уже на плановую помощь. И вот с вашей точки зрения, то есть ситуация будет только улучшаться? Я опять же повторюсь, что я думаю, рассчитываю и думаю, что эта ситуация будет улучшаться, но нам непозволительно, и это понятно, расслабиться, недооценить и, так сказать, иллюзорно представлять, что проблема решена, и сама эпидемия, пандемия, и вирус уже все преодолены, и мы справились с этой проблемой. Это не так. У инфекционного процесса, как у любого, а тем более вот такого особого, есть очень инерционность большая, и разом это не начинается и не прекращается, инфекционный процесс. Я к тому это говорю, что если появится у нас, я думаю, что такого нельзя допускать, расслабленность вот в основных противопедемических мерах, но вот пока, пока все-таки мы рядом с масками или маски рядом с нами, и мы их носим, мы ограниченно проводим большие крупные мероприятия, скучность и так далее. Вот к этому надо очень подходить вот так вот бережно, тщательно и пошагово расширять нашу жизнь, наши возможности общения, по которым мы соскучились. Но другого не дано, потому что в противном случае мгновенная ответная реакция со стороны вируса может последовать. Поэтому я думаю, что здесь нам помогут и эпидемиологи, и врачи, и тот опыт, который у нас за плечами. У нас сейчас небольшой перерыв, а затем продолжим разговор с Вячеславом Побузовым. ГОСТЬ В СТУДИИ На радио «Комсомольская правда» говорим с председателем комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Побузиным. Говорим о коронавирусе в Свердловской области, о том, как работают медицинские учреждения, медики, и в непростой 2020 год работали, и сейчас работают 2021. Кстати, ведь губернатор Свердловской области Евгений Кувишев объявил вот это 2021 год годом медицинского работника. Это не случайно, это все понятно. Но самый главный вопрос, а как это отражается на областном бюджете? Сколько же средств заложено на поддержку системы здравоохранения? Ну, о самом объявлении, об этом решении Евгения Владимировича, нашего губернатора, вообще это чудесное решение, замечательное. Я тоже не припомню вот этого, такого подобного события в истории Свердловской области, ну и в России. Я думаю, что такое, вот такое провозглашение этого года предполагает собой, ну, не просто большое внимание к врачам, медицинским сестрам и к этой отрасли, но и очень большие усилия, в которых нуждаются вот в помощи системе здравоохранения. Во всем. В обеспечении, в дополнительном стимулировании материального труда медицинских работников, в ремонтах, которых нуждаются наши больницы. Вот я думаю, что именно с этой целью, наверное, губернатор и сделал этот шаг у нас в области для того, чтобы мы еще раз переоценили, очень многое сделали для того, чтобы здоровье, наше здоровье было укреплено надежной, хорошей, выстроенной, хорошо выстроенной системой. Но вот этот год, я уверен, что он будет ознаменован определенными решениями, решениями как раз в поддержку, прежде всего, труда, оценка, адекватная оценка труда, тяжелого труда медицинских работников. И это уже происходит, я уже говорил о стимулирующих выплатах и напомню, в феврале, в феврале 2019 года был принят закон, который внесен был губернатором, а выплатам врачам, которые носят почетные звания заслуженные. Это федеральные звания, но они не подкреплены, так сказать, материально, поэтому вот эти выплаты установлены были нашим региональным законом, мы его принимали. И сейчас, вот буквально вчера состоялось заседание, как вы знаете, законодательного собрания, и мы приняли дополнительные изменения в этот закон, потому что учли еще одну категорию, которая не была учтена в том февральском 2019 года законе, это те врачи, которые тоже носят звания заслуженных, но еще РЭС ФСР, не Российская Федерация, еще до 1990 года. Единое условие, требование, которое необходимо, что специалист работает на территории Свердловской области, этот врач, или работал, и работает не менее пяти лет по специальности в наших медицинских организациях. Это тоже как факт вот такой вот... Кстати, вот эта уральская наша местная надбавка, она велика? Какая сумма? Нет, она не велика, пока это, ну, не велика, я потому что тоже так же, как, наверное, все считают, что она должна вырасти, она и будет расти, она тем более сейчас по закону она индексируется. Это тысяча рублей ежемесячно. Ежемесячно тысяча рублей выплачивается, но я так полагаю, мы с депутатами, когда принимали, мы как раз тоже вели перспективы, что сам сделанный шаг вот присвоения такой выплаты утверждения позволит потом ее развивать и увеличить, конечно, если позволит бюджет в объемах. Кстати, о бюджете, ну, вот сегодняшние наши многие вопросы, развитие и так далее, конечно, они будут нуждаться в увеличении доходной части бюджета. Пока, как вы знаете, мы приняли бюджет вот на 21-й год с дефицитом, и задача главная сейчас, чтобы именно там наши реальные секторы экономики, промышленные предприятия, в целом организации предприятия позволили нам формировать достойный доход для того, чтобы направлять на здравоохранение средств. По системе здравоохранения, вот если грубо там, да, вот неточные вот эти вот цифры взять, а если грубо, в среднем, какая сумма заложена на этот год? Напомню, что из нескольких составляющих идет финансирование, собственно, это уже знают и наши жители, большая доля или львиная доля, все-таки идет по государственным обязательствам в федеральном стране, это фонд медицин страхования. На сегодня вот наша территориальная программа госгарантий, которая финансируется на оказание услуг, она составляет 65 миллиардов рублей. Помимо этого, мы, Свердловская область, участвуем тоже, безусловно, в финансировании системы здравоохранения, выплачивая за неработающее население свою часть страховых взносов и направляя средства вот на материальную, так сказать, базу на инфраструктуру в виде ремонтов, строительств, приобретения транспорта и так далее, и так далее. И эта сумма достаточно велика, она по разным годам от 20 до 30 миллиардов рублей, но вот в данном случае в сочетании это все выходит уже на сумму свыше 80 миллиардов рублей. Это, если говорить так более, может, понятно и восприимчиво, то снижение, несмотря на трудный экономический период вот этот, финансирование отрасли не произошло, наоборот, произошло увеличение. И второй показатель, мы его отслеживаем вместе с правительством очень так тщательно, кредиторская задолженность. Практически, вот, сравнивая с годом, допустим, 18-м, 19-м, сейчас кредиторская задолженность это редкое очень явление, практически ее в больницах нет. Ну и самое главное, нет и не было, но я уверен, и не будет задолженности там по выплате заработной платы и так далее. То есть, все, что обеспечивает, прежде всего, стабильность работы медицинского персонала. С 1 января медицинские учреждения Екатеринбурга и системы Гурздрава перешли в ведение Министерства здравоохранения нашего региона. Уменьшится ли бюджет на здравоохранение города Екатеринбурга в связи с этим переходом? Знаете ли вы об этом или это просто домыслы? Ну вот без домыслов то, что я знаю. Это волнение такое обсуждение, оно изначально априори проходило, но проходило так вот на бытовом уровне, что да, ну не только на бытовом. И у нас в ЗАГС собрании там приходили и обсуждали и говорили, что, наверное, это будут риски, что снизится теперь финансирование, объем финансирования. Этого не произошло и я уверен, что не произойдет по, ну по двум причинам. Во-первых, идет год от года, как я уже сказал, увеличение объема финансирования, в том числе из фонда медицинского страхования. Проиллюстрирую, что на круглосуточные стационары, вот на 21 год уже прирост там идет на полтора процента. Произошло увеличение в двадцатом году на круглосуточные стационары и на дневные стационары. Большие средства выделяют, вы знаете, это отдельная такая большая серьезная общая мировая и национальная проблема, это онкология. На борьбу с онкологическими заболеваниями из федерального бюджета выделены очень большие деньги. То есть, в целом, это увеличение, безусловно, будет происходить и даже если будет не хватать в бюджете деньги, я считаю, что страна, ну и наш регион, мы приоритетно, конечно, будем поддерживать систему здравоохранения. И второе, сегодня, влившись так, если сказать, в семью, да собственно, никогда и не отделялась при всех вот разграничениях чисто официальных, система, замечательная система города Екатеринбурга, больницы Екатеринбурга, они вошли в равную семью, то есть на общих принципах они будут финансироваться. Вот есть три уровня, три уровня медицинских организаций, которые финансируются по своим задачам, по вот этим вот показателям, они будут получать. Поэтому уверен, что получать будут и финансироваться стабильно и достойно, как и полагается, без снижения. На разве комсомольская правда разговор с председателем Комитета по социальной политике законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Погодиным. Оставайтесь с нами. Это радио Комсомольская правда, Екатеринбург, Людмила Варакина у микрофона, а мой гость в студии – это председатель Комитета по социальной политике законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погодин. Вячеслав Викторович, я думаю, что наши радиослушатели в Нижнем Тагиле мне не просят, если я не задам вам вопросов по Тагилу, потому что вы из Нижнего Тагила возглавляли долгое время медицинские учреждения, детскую больницу, и много лет были заместителем главы города по социальным вопросам, поэтому, конечно же, Нижний Тагил для вас родной, любимый, много средств и энергии, и ваших лоббистских возможностей было использовано для того, чтобы в городе появился перинатальный центр, занимались помощью и конкретным каким-то точечным вопросом медикам, ну и жителям города в том числе. И наверняка вы в курсе по тем проблемам, которые существуют в медицине. Ну вот, в частности, самая нашумевшая история связана со станцией скорой помощи, когда сотрудники и медики, и водители были недовольны решением перевода машин на аутсорсинг. Были даже обращения к губернатору, были какие-то пикеты, а в феврале появилась информация, что даже вот те автомобили, которые сейчас уже на аутсорсинге находятся, они какие-то плохие. В салонах холодно, даже там до плюс 13 градусов, говорят и пациенты, и фельдшеры, которые внутри этих автомобилей находятся. Знакомы ли вы с этой ситуацией, и что можете сказать, как прокомментировать? Да, я знаком с этой ситуацией, более того, принимал участие вот в обсуждении, во встречах, отдельных встречах с коллективом водителей. Кстати, ну вот в зале, когда увидел, я увидел многих тех, кто уже не один десяток лет работает на скорой помощи, и знаю их не понаслышке, это очень опытные и ответственные люди с особым ритмом жизни, работы ответственной. Я думаю, следующим образом, собственно, об этом и сказал коллективу, что моя задача как депутата от Нижнего Тагила, знающего хорошо и много лет этот замечательный коллектив, ну, собственно, наверное, как и всех остальных, и главы города, и министр здравоохранения, но я говорю о себе, как о депутате. Быть рядом в этой ситуации перед непростой ситуацией перехода. Волнуются ведь люди, о чем, и они об этом говорили, о завтрашнем дне. А как скажется этот аутсорсинг, этот переход, эти изменения на заработной плате, на стабильность его работы, и не выпроводит ли человека завтра с работы и рассчитает его по тем или иным причинам. То есть и те вот гарантии, и те социальные, ну, небольшой хоть пакет, который у него раньше был стабилен, это сохранится ли это или нет. Вот эти обычные житейские волнения, которые, наверное, любого могли бы сопровождать. Разубеждали их в этом, безусловно, министр здравоохранения, говорил об этом, говорили об этом, и принимала участие уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна Мерзлякова. И, в общем-то, я сегодня, на сегодня, я не теряюсь в виду эту ситуацию. Мы общаемся с главным врачом, которого я тоже знаю более 30 лет, о том, как идет работа, и есть ли какие-то сбои в обеспечении, в работе и так далее. Одним словом, вот при всех волнениях, как всегда, главным все-таки, наверное, оценщиком или вот тем индикатором, который может показать, как пойдет эта система, как она дальше будет работать, это только жизнь и практика. Потому что много было волнений, много было горячих споров, там и прогнозов, и нам рассказывали, что это вот приведет тому-то, это приведет тому-то. Сегодня, я думаю, что вот пройдя уже определенный путь, мы, безусловно, будем тщательно смотреть за тем, как работают люди. Если там появятся какие-то сбои, значит, соответственно, мы, безусловно, будем занимать сторону наших работников. Но пока, насколько я знаю, работа скорой в Нижнем Тагиле, она стабильна. Ну, кстати, были жалобы во время пандемии коронавируса от тагильчан, что их из Нижнего Тагила в другие города перевозят, в том числе вот в Сесердь. Как вы с ними разбирались, вот с этими людьми, с этими жалобами в тот момент? Ну, большая работа, как говорят, в ручном режиме. То есть, по конкретным обращениям, и не только я, я уверен, многие-многие руководители, и мне приходилось этим, приходится этим заниматься, решать конкретные вопросы, обращения, которые касаются судьбы человека, и жизни, и близких, решаем именно вот так, индивидуально. Но маршрутизация, это выстроено не для того, чтобы усложнить жизнь, просто сохранить нужно было и оказание экстренной помощи, предположим, гнойной, в вопросах гнойной хирургии, или там, оказание помощи сердечно-сосудистым больным с инфарктами миокарда. Но не каждое отделение, если этот больной заразился коронавирусом, а такие случаи, к сожалению, были нередки, когда человек с вот заболеванием сердечно-сосудистым, острым заболеванием, еще имеет и ковид. И вот перемещение пациента было связано с тем, чтобы вывести его из чистого профильного отделения и не заразить всех остальных. Только с этим было связано. Это и верхнюю пышму из Нижнего Тагила могли увезти, или из там, верхней Салды могли увезти в Екатеринбург, или еще куда-то. Ну, в ту же Сесер. Но вопрос только в том, чтобы это было быстро, адекватно. И вот этим занимались все, и будем заниматься, помогать людям вот в этих непростых вопросах. Кстати, медицина Екатеринбурга сейчас только впервые, с 1 января, да, перешла в виде Министерства здравоохранения, и поэтому и жители города не понимают, и медики, может быть, не понимали, что это будет, как это будет. А Тагил-то давно так живет. Как вы оцените, лучше стало? Вы знаете, во-первых, я очень радуюсь, что вот сегодня март, уже март, да, на календаре, что жители Екатеринбурга не понимают, но не знают. Ну, изменений там непонятно пока. Да, не ощущают. Что было, что не было. Вот это главная задача всех, да, всех, Министерства здравоохранения, всех властей, и, естественно, руководства города, главы города, в том, чтобы жители не почувствовали, не почувствовали этих переходов. Да и не должно этого быть. Мы должны, ну, в общем, решать ежедневно многие вопросы по оказанию помощи, но так, чтобы это не создавать никаких проблем и трудностей для жителей. В Нижнем Тагиле, действительно, мы перешли на государственный уровень достаточно уже срок. Сегодня, вы знаете, я вот на период, когда все это происходило, были разные мнения, и, наверное, даже сейчас где-то они существуют, что вот лучше бы, если бы это было муниципальным. А вот сейчас вот проблема такая появилась, вот такая. Я хочу сказать, что в целом, даже подтверждая, могу подтвердить цифрами, мы никогда бы в Нижнем Тагиле или очень долго бы еще не смогли найти средства на приобретение, допустим, каких-то дорогостоящих видов техники, оборудования, диагностики. Ну, давайте так назовем конкретные примеры. Сейчас в 4-й городской больнице, вы вот знаете хорошо эту крупную больницу с большой историей, два ангиографа. Что такое ангиограф? Это 70 миллиардов рублей. Один ангиограф. И где в бюджете Нижнего Тагила можно было найти такие 70 миллионов рублей? Это большие-большие затраты, 70 миллионов рублей, простите. Ну, и мое убеждение, что вот такая главная, жизненная, очень важная гарантия права каждого человека, защиты его здоровья, охрана его здоровья, оказания медицинской помощи, это должно быть обязательством государства. Потому что иначе вот возможности оказания помощи, как происходило до перехода вот этого изменения, будет вот эти гарантии на себя брать, ну, например, руководство при всем уважении небольшого города, небольшого города, которого бюджет слабый, денег нет, а при чем тут, извините, жители этого города, они почему должны по второму или по третьему разряду получать помощь, или всем надо ехать тогда в Викторинбург, ну и в ряде случаев в Нижний Тагил. Вот эта система, она выстроена правильно, государство отвечает за это. Важно, чтобы эта ответственность государству была, ну, в полном объеме и устраивала людей. Спасибо вам большое. Напомню, что мы беседовали с председателем комитета по социальной политике законодательного собрания Свердловской области Вячеславом Погодиным. До свидания. Меня зовут Людмила Варакина. И вы слушаете радио «Комсомольская правда». Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.